мне можно уже праздновать например купить нац с глитвейном или сникерс портфель то облигации уже достиг 150 тысяч а если быть точным то уже 180 тысяч вот он скриншот можете сами посчитать там еще есть минусовая позиция и я думаю то что к концу этого года портфель достигнет овз шик ну я думаю где-то 200 тысяч рублей но если не в этом году в январе точно уже потому что я их регулярно покупаю у меня есть определенная стратегия и в ближайшем месяце вот в этом в ноябре в конце я планирую закупиться конкретно овз шками также в начале декабря почему потому что там будут сейчас купоны и выплаты нкд будет у нас нулевое а значит повод закупиться облигациями и также в декабре у нас самом начале будут выплаты по нашей любимой облигации 238 по этой облигации у меня самая большая позиция у них целых 35 штук возможно я буду добирать до полтинничка конце покажу какие именно конкретные будут покупать овз шки по которому меня будут купоны также покажу портфель последнее время облигации немножко отпрыгнули индекс у нас немножко отжался сейчас мы обо всем об этом поговорим будет много интересного также инфляция у нас не останавливается возможно ставка будет реально повышена еще на декабрьском заседании поэтому облигации имеют свойства бесценений с ними нужно сейчас быть очень аккуратным позитив это хорошо но сколько раз у нас был позитив в облигациях и потом в итоге он все индекс пикировал и пикировать доходности по фузе уже очень мощно есть даже 18 целых процентов то ли еще будет запасать с низчиками поехали с вас лайк пишите также комментариях вы даете предпочтение акции или облигациям будет интересно почитать но мы начинаем погнали начнем с нашего любимого индекса гособлигаций по-другому называю офз ну что поздравляю друзья индекс наш отжался от пола но что нужно понимать сколько у нас уже было этих отжиманий где нормативы так и не были поджиманию с даты видите вот отжался потом упал отжался упал и в итоге все экзамен был настолько сложный что пошло полное пике и вот здесь вот тоже видите прям резкой пике сейчас у нас есть отжимание стоит ли залетать на полную котлету сюда или это все-таки опять попытка у нас сдать экзамен сейчас я чуть позже вам скажу давайте вот у нас посмотрим дно было мартовское примерно и вот если мы прикинем у нас здесь вот было 96 пунктов видите это было историческое дно за ведение этого индекса а сейчас видите у нас индекс уже получается 100 пунктов получается он у нас на 4 может быть где-то 5 пунктов отжался но если у вас не пропало желание продолжить инвестировать то сейчас есть отличное предложение это альфа банка может получить до 5000 рублей для этого нужно просто открыть первый свой брокерский счет он открывается бесплатно как получить все 5000 рублей нужно просто покупать любые ценные бумаги на сумму от 1000 рублей каждый месяц и делать это в течение пяти месяцев подряд в сумме вы сможете заработать до 5000 рублей как по мне хорошая возможность заработать дополнительно 5000 рублей переходите по специальной ссылке в описании открывайте брокерский счет инвестируйте каждый месяц и получайте до 5000 рублей стоит ли котлетить или нет как вы знаете я сторонник того чтобы входить в рынок постепенно потому что многие у здесь вот получается много раз хотели накатлетить и в итоге они д 있는데 к река летились мы хотели вот здесь котлетить и докат летились вот здесь котлетите до кат летились и вот下來 кто тут покупал вот здесь вообще у него портфель минус не каждому выдержит падение и давление облигаций все люди они разные и возможно для кого-то акция это вообще не выносимый момент облигации тоже они хоть падают не так чуть позже покажу даже обратно у меня Облигации сложились куда сильнее, чем акции Что самый интересный парадокс Хотя в облигациях у меня вложено меньше Вот и такое может быть Поэтому нужно понимать, что в фондовом рынке Активы они волатильные Но если вы боитесь реально волатильность То вам тогда, конечно же, нужно идти в депозиты Продолжение, стоит котлетить или нет Вышли у нас данные по инфляции И они у нас не очень-то радужные Инфляция в России в 2024 году превысила прогноз правительства Даже Центральный банк повысил годовой прогноз по инфляции До 8-8,5 Но правительство сохраняет прежний прогноз 7,3 До конца года осталось всего лишь полтора месяца А инфляция уже выше 7 Скорее всего прогноз будет перебит правительство Ну понятное дело, что у каждого своя личная инфляция Кто-то скажет, здесь 7 не пахнет Но дело не в этом Смотрите, вот он интересный график Недельная инфляция, вот Недельная, видите, изменения Оно скакнуло уже И вот здесь вот даже написано Потребительские цены в России подскочили на 0,3% За последнюю отчетную неделю 6 по 11 ноября Ну и тут также написано то, что рост индекса С начала 2024 года превысил 7% А это ничего хорошего не сулит Центральный банк поднял и так ставку до 21% И не исключено, что он действительно поднимет 23% И вот мы возвращаемся к индексу Здесь у нас получается вот этот отскок Скорее всего здесь будет опять вниз падение Вот как было вот здесь Когда будет заседание ЦБ и Центральный банк Либо, скорее всего, повысит ставку, это сразу однозначно вниз Если он оставит 21%, может быть Ну вот так вот где-то мы закрепимся Но роста здесь явного не видать Я, конечно же, буду по чуть-чуть подкупать Но я не жду здесь никакого, если честно сказать, разворота Инфляция абсолютно не останавливается Инфляция, это на самом деле Ставка ЦБ, это важный показатель Именно для ОФЗ Нужно понимать то, что, во-первых, они обесцениваются С ростом инфляции Но и, конечно же, они отыгрываются очень быстро Когда ставка снижается Вот это, мне кажется, это просто эффект, скорее всего, Трампа Фондовый рынок немножко вырос, облигации Но уже, я смотрю, акции, например, падать начинают И уже так особо не расти По сути, этот эффект Трампа, который был Он наполовину уже у нас снизился Но об этом мы еще поговорим в отдельных роликах В следующем месяце, когда у меня будет отчет по порфилю Там мы посмотрим По итогу, что у меня по порфилю Вот было минус 150, я показывал в прошлом ролике Потому что у нас будет в начале декабря Насколько действительно эффект Трампа у нас поможет А может быть будет больше слухов о том, что Центральный банк Будет слоняться, повышать ставку и рынок начнет уже, как всегда, знаете Перед заседанием начнет заваливаться Мой порфиль может пробить еще очередное дно Больше, чем 150 тысяч А может быть где-то примерно будет на таком же уровне Загадывать, прогнозировать такие вещи нельзя Так же, как и курс доллара Какой он будет завтра, никому неизвестно Теперь давайте посмотрим, какие сейчас у нас есть доходности Вот давайте посмотрим Доходности, значит, я отфильтровал доходности облигации Смотрите, вот у нас, ну понятно, с переменным купоном Здесь самая высокая доходность Но даже обратите внимание, с переменным купоном Некоторых облигаций даже вот ниже номинала Но государство, понятное дело, оно-то найдет деньги А вот некоторые корпораты, например Не факт, что справятся даже с флоутерами Да, как бы они защитные, но Защитные-защитные, но может быть и дефолт Но я уже свое мнение насчет флоутеров говорил Я как-нибудь отдельно именно запишу видео И поясню, и расскажу, почему я покупаю именно Постоянным доходным мастер-корд Понимаю, что на них можно заработать больше Посмотрите, доходность на сегодняшний момент у нас купонная Уже, представляете, почти что 16 Она была 16, сейчас чуть-чуть уменьшилась Видите, 16, это на самом деле отличная доходность Которую можно зафиксировать Вот представьте, на 15 лет можно зафиксировать Можно зафиксировать на 14 лет Вот, допустим, 238 можно на 16 лет зафиксировать Правда, тут чуть-чуть у нас уменьшая доходность Также вот у нас к погашению Представляете, уже есть здесь даже вот 17% к погашению Даже есть, представляете, 20, я даже не видел Вот это реально мощно, представляете 20 к погашению, очень мощно Но здесь каждый сам выбирает. Кто-то, может быть, хочет купонную доходность. Это помогает быстрее реинвестировать и увеличивать. Сложный процент. Кто-то, допустим, хочет, может быть, на спекуляциях заработать. Тем, конечно, нужно смотреть, где здесь доходность погашения высокая, чтобы стоимость от номинала была маленькая, чтобы в случае отскока заработать приличные иксы. Я, например, этого не стороннику, где у нас короткая. Вот ее, например, купить. Здесь купон не очень, но здесь можно очень хорошо затариться. И через два года вот эту разницу в 200 рублей с каждой облигацией положить, потерпеть два года и положить. Тоже такая имеет быть стратегия заработать 20% за два года. Каждый выбирает сам, какую ему выбирать стратегию. Я буду сидеть до погашения. Я не только на купонах заработаю, буду их реинвестировать и увеличивать как снежный ком свою дивидендную зарплату, но еще и приятный бонус получу в конце. Это доходность в виде погашения. Мне спешить некуда. Я и 238 по чуть-чуть покупаю. И, может быть, действительно я и до погашения достижу. Я понимаю, что многие берут для спекуляций данную облигацию, но я, например, ее беру. У нее денежный поток постоянный. Очень дешево она стоит. Поэтому я ее набираю пачками. Во-первых, она переоценится попозже. И чем меньше у нее будет срок, тем она будет больше переоцениваться. И она будет стабильным, не выплачивая. А там, конечно же, в любой момент всегда можно, допустим, продать и зафиксировать доходность. Это тоже всегда можно держать в уме. Мало ли что-то пойдет не так, и нужны будут деньги. Поэтому пока сейчас негатив. И ты закупайся облигациями в любой момент. Когда все будет оторвать, ты и только будешь купоны, как говорится, стричь, но продать в прибыль облигации. Потому что тело в любом случае у них у всех вырастет. Где-то больше, где-то меньше. Вот так выглядит мой портфель акций и облигаций. Почему я ставлю акцент на два портфеля сейчас, на акции и облигации? Потому что есть вот такой интересный факт. Если вы присмотритесь, то облигации у меня проседают гораздо сильнее, чем акции. Хотя акции у меня в три раза, то и в четыре раза больше. Обратите внимание, облигации просаживаются на 10%, акции просаживаются всего лишь на 7%. Как вы думаете, с чем это связано? Я думаю, с тем, что облигации сильнее реагируют на ставку и, соответственно, на инфляцию. Ставку резко ЦБ завысил на последнем заседании и облигации очень сильно просили. Они уже до ставки заваливались, потому что была риторика, что ЦБ не остановится. И сейчас был небольшой позитивчик, я раньше показал, но неизвестно. Риторика все равно жесткая. У меня было даже минус здесь 11% в просадках. Видите, какой прикольный парадокс. Но если, допустим, ставку начнут снижать или там будет риторика смягчена, облигации могут быстрее, кстати, начать отрастать. Они реагируют куда быстрее на ставку, чем те же самые акции. Акции начинают заваливаться, когда уже критическое состояние, когда ставка высокая. Облигации быстрее начинают заваливаться, но и быстрее они отскакивают. В этом месяце у меня не было вообще никаких покупок облигаций. А у меня строгое правило, хотя бы там 10-15 облигаций каждый месяц покупать. В этом месяце буду покупать облигации сейчас в конце и немало, и в начале следующего тоже и немало. Нужно следовать своей стратегии, регулярно инвестировать. Сейчас у меня, как вы видите, почти 180 тысяч. Прогнозирую то, что к новому году, ну если не к новому году, то уже в январе точно проинвестирую, вложу, получается, 200 тысяч в облигации. Я думаю, двадцатку я уже проинвестирую. Я думаю, сейчас где-то я около десятки вложу, это уже будет 190. Ну и там еще может быть к обре какая-то часть и в январе. Как говорится, полет будет нормальный. Видите, облигации у меня уже занимают 15%. Неплохо. Скоро добьем их и до 20%. Но опять же, с учетом того, что акции у меня просели. Но все равно, акции будут отрасти, облигации тоже плюс-минус пропорцию по чуть-чуть я все наращиваю. А когда-то у меня вообще не было облигаций. Я чуть позже рассмотрел этот инструмент, а он довольно-таки интересный. Так я начинал с акций, как и все новички, я думаю. Те, кто со мной начал инвестировать, еще с 20-х годов, тоже, скорее всего, поначалу все полезли в акции. В фондах и в акциях американских построили, а потом только облигации. Я тоже только спустя полтора года раскусил эти облигации. Но я их не успел купить на дне в 2022 году и уже, когда они начали отрастать. Но сейчас нам ЦБ дает второй шанс. Значит, вот как вы видите, все облигации у нас получаются в минусе. Только вот 247, это более свежая, она в плюсе. Остальные все в минусе. 218, хотя она не совсем длинная, но она в минусе. И также большинство очень длинных в минусе. Там вот 224, видите, очень много облигаций в минусе. Не только длинные, вот допустим, взять ту же вот. 218, она не совсем длинная, средняя, да, 6-летка тоже в хорошем минусе. 224, тоже 4 года в хорошем минусе, например. 230, 14 лет, видите, тоже в хорошем минусе. 238, видите, у меня не сильно минусует, потому что она, видать, отпрыгнула на позитиве. И у меня там средняя хорошая, я не сильная к отлетикам. А вот, допустим, 241 и 8 лет, вот она у меня в хорошем минусе, будем ее тоже усреднять. Стратегия моя, ну, еще раз говорю, продолжит покупать облигации, и желательно, чтобы НКД не было. Хоть он и снижает налоговую базу, но все равно лучше эти деньги излишне потратить дополнительно сейчас на докупку еще облигаций, либо на докупку акций, чем там снижать налоговую базу. Налоговую базу можно и оплатить в конце года, или зафиксировать какие-то убытки, я, кстати, планирую так сделать, в Китфинансе, и ее снизить. Хочу вам напомнить про свой телеграм-канал. В телеграм-канале, видите, я выкладываю сделки, вот, я покупал вчера и сегодня, вот, выложил сделки. Даже вот какие-то личные выкладываю иногда, фотки, вот, то, что надо заниматься спортом. Понятное дело, новости, самые-таки полезные, свои даже, вот, пополнения выкладывал. Ну, и самое важное, я вот, выкладываю ролики, вот, здесь с доступом на любые мои ресурсы, чтобы не пропустить. Если у кого YouTube не работает, подписывайтесь, здесь вот очень не пропустят. Да и мало ли что будет для диверсификации, конечно же, телеграм-канал, чтобы быть на связи, вам не помешает. Подписывайтесь, ссылка в описании, впервые закупим комментарии. А покупать я буду те облигации, которые у нас планируют в ближайшее время, выплаты. Чтобы у меня не было переплаты за НКД. Вот, видите, в ближайшие 6 месяцев я получил 14 тысяч рублей. Надо сделать так, чтобы в ближайшие 6 месяцев ожидалось 50 тысяч, чтобы это всегда было и не отбавлялось. Это можно сделать за счет облигаций. Так вот, смотрите, 20-го числа вот у меня будет выплата, я буду 225-й, я тоже их буду покупать. Дальше, 27-го у меня будет 3 выплаты, здесь вот 224-й и 241-й, здесь у них хорошая доходность. Это получаются, по-моему, длинные у нас ОФЗ-шки, буду планировать покупать. Посмотрите, те, которые совсем там, по-моему, где-то короткие есть, до 3-х лет, эти я брать не буду. Те, которые там от 5 и выше, буду брать. И вот, конечно же, 4-го числа я тоже пополню хорошо и сразу закуплюсь. Вот у меня, допустим, 238-я, видите, 35 штук. Я планирую до 50-ти ее набрать. Не знаю, может быть, сразу 15 возьму. Может быть, 10-ть, а потом конца декабря еще добью. Посмотрю, пусть там будет небольшой НКД, но в течение месяца он там небольшой будет, тоже добью. Здесь 48-я одна, возможно, тоже буду брать. Вот 243-я тоже, видите, 25, можно 30 добить. Получается, и вот 27-го я хорошо затарюсь, выполню свою стратегию, минимум 10-15 штучек я возьму. И здесь я тоже сразу же с лихвой в начале декабря закуплюсь и сразу же тоже штучек 10-15 возьму. Поэтому облигации 30-40 планирую взять это вот в ближайшие, получается, ну, недели. И тем самым еще раз увеличу свой денежный поток уже на 2025-й год. Напомню, у меня цель уже в 1000 рублей купонами в месяц, она вышла. Единственное, где мне хромает, получается, 1, видите, январь. Вот в январе у меня вот здесь получается очень мало выплат. Вы видите, 200-150-34, это получается меньше даже 500 рублей. Вот над этим месяцем работать. Остальные месяца у меня уже 1000 рублей превышают или около где-то 1000 рублей с учетом налога. Будем продолжать не спеша инвестировать в облигации, в акции диверсифицировать свой портфель и увеличивать свой денежный поток. На государство надеяться нам не стоит. На этом буду заканчивать свое видео. Жду ваших комментариев. Вы продолжаете покупать облигации, акции или у вас рулят депозиты. Ну, а с вами был на связи с Фокиногей. Не переключайтесь, впереди будет много полезного и интересного видео. В том числе мы поговорим, почему инвесторы бегут с фонда Оринг. Это тоже будет очень важное видео.